Ну, для меня это самый значимый человек на этом месте. Почему скажу самый значимый? Не потому, что он мой драгоценный любимый муж. Потому что когда-то он получил от Бога огромное откровение о предназначении женщины. Это мужчина. Знаете, когда женщина вдохновляет женщину, это все хорошо. Но когда Бог сказал мужчине о предназначении женщины, что мы с вами сыграем огромную и играем важную роль в пробуждении последнего времени. И это тот человек, апостол Божьей веры, который вдохновляет женщин, поднимает ее царское достоинство, молится, рукополагает женщин на дьяконское служение, в пастырское служение. Мы увидим очень скоро женщин в епископском служении во имя Иисуса Христа. Поэтому мы хотели бы начать. Это еще одно свидетельство. Еще одно. Это то, что с нами пастор Дебби. Для меня лично это чудо. Поэтому спасибо пастор Дебби. Для меня это реально чудо. Потому что сам Дух Святой, Он привел ее на это место. Знаете, мы как-то думаем, ну, викенд для женщин-служителей, мы как-то сами проведем. У нас достаточно, да, мы вот как-то вот... Это же все-таки не конференция. Потому что таких звезд приглашают только на конференцию. Да? Мы знаем Дебби. Вы все ее любите. Вы все ее слышали. Потому что они с пастором Джоном несут действительно пасторское служение. У них огромная церковь в Варшаве. И они служители практического служения. Поэтому для нас будет огромная честь сегодня принимать сегодня, завтра все эти дни. Папа нам послал от Духа Святого для того, чтобы мы учились практическому служению. Практическому служению. И сейчас мой самый драгоценный, любимый, действительно помазанный муж Божий, пастор Виталий, епископ Виталий Вознюк. Пожалуйста, я приглашаю тебя. И для нас будет огромная честь, что действительно этот викенд начнешь ты. Потому что я знаю, что многие женщины, которые находятся на этом месте, вы не получаете от ваших наставников, может быть, пасторов в церкви, знаете, такой вот огромный толчок, чтобы выйти и служить, чтобы снарядить вас, да, чтобы благословить вас на служение. Но я знаю, это сверхъестественное время, когда Бог будет говорить через мужа Божьего. Поэтому приготовьте свои сердца, приготовьте свои уши, чтобы слышать от Духа Святого. Пожалуйста, драгоценный. Можно ли это сделать? Спасибо. Всем действительно мир благословения. Такое женское царство. Но на самом деле это благословенное время для тела Христова, для церкви, потому что то, что делает Бог, многие из вас, вы просто понятия не имеете, куда вас Бог вовлекает в это время. И просто так случилось, что вы прямо там уже на этом корабле. И я верю в то, что, говоря обо всех этих вещах, мы просто будем созерцать и, ну, констатировать тот факт того, что Бог уже совершил, и то, что Он будет делать в ближайшее время через женщину в теле Христовом. И, ну, как бы говоря об этом всем, я затрагиваю эту тему, как, ну, для главного понимания, которое должно быть у вас здесь. И это не потому, что, ну, кто-то из нас лучше, чем другие в сравнении, но потому, что однажды в твоем сердце родилось это слово «да». Я доверяю тебе, Господь. Я не знаю, как это будет выглядеть. Я не знаю, как это будет, но будет мне пусть по слову твоему. Знаете, это самый лучший выбор, который мы могли сказать в своей жизни когда-нибудь. Это разрешить Богу повезти нас по Его слову. И, ну, я понимаю то, что происходит сегодня в религиозном мире в Украине. И очень хорошо понимаю, что большинство, количество, но пока церквей, они не согласны, они не готовы принимать женское служение. Но я благодарю Бога за Его Святого Духа, который представляет здесь совершенную работу Иисуса Христа, и что Он не советуется ни с кем из великих. Он берет и отправляет в служение тех, кто говорит Ему «да». И это самое важное. И поэтому можно долгое-долгое время смотреть, наблюдать за этим всем. Несколько вот последних месяцев я проповедую эту тему очень часто, что проповедники неверия, к сожалению, их в большинстве, и они могут завести тебя не туда, куда ты хотел бы попасть. Ну, мы говорим из истории 12 сагадат, которые пошли и смотрели землю обитованную, и когда они вернулись, они там что-то увидели. Но то, что они увидели, оно противоречило тому, что Бог обещал. Потому что Бог сказал, я дам вам эту землю. Но вот эти важные люди, они были не простые, но, знаете, каждое колено выделало человека авторитетного, которому они могли доверять, на мнение которого они могли положиться. И когда эти люди вернулись, то 10 из 12 начали говорить, это не может быть, чтобы мы взяли эту землю. Мы видели там своими глазами людей, которые там живут, мы видели их города, и мы четко понимаем, здравый смысл нам подсказывает, что это нереально. И только Иисус Навин и Халева, они говорили, у них не стало силы, с нами Господь Бог, пойдем и завоеваем эту землю. И знаете, ну, историю Израиля, из-за проповедников неверия, они были отброшены на 40 лет в пустыню, и 40 лет они там топтались вокруг, пока не вымерло все поколение, которые не захотели подчиняться Богу. Которые поставили под сомнение Божье обетование. Знаете, мне нравится одна фраза, она не церковная, но так как мы не в самой церкви, то я могу ее, наверное, сказать, что не позвольте большинству убедить вас в том, что все так думают. Потому что даже 3 миллиона мух не убедят меня, что то, что мухи любят, мне нравится. Хорошо? Не думайте, что если большинство так думает, значит, это так должно быть. Потому что часто Бог берет не большинство. Он берет меньше, но тех, которые доверяют Его Слову, и которые могут пойти за Его Духом, за Его Словом, и которые могут сделать то, что Он просит сделать, а не то, что прямо сейчас логично. Потому что есть так много вещей, которые, они предназначены Богом для того, чтобы вы начали делать. Но если вы будете смотреть по сторонам, ища одобрение от кого бы то ни было, кроме как от Него, вы можете промазать. Вы можете потерять массу времени, а иногда и потерять свое время. Ну, не потому, что Бог не даст вам шанс. Просто годы уходят, и ты просто, ну, ты обнаруживаешь вдруг, что я же был там у этой реки Иордана, это была граница, и все, что мне нужно было, перейти и жить там. И ты ходишь по пустыне после этого 40 лет с мыслью, а может быть, стоило рискнуть? А мы называем это, может быть, стоило поверить? Может быть, все-таки нужно было все-таки разрешить Слову быть главным, а не моему мнению? Ведь большинство людей, они ведутся за мнением важных, авторитетных людей. Но нет авторитета, кроме Слова. Нет авторитета, кроме того, что Бог уже проговорил. И мы должны взять это, не просто вырванный контекст, не просто вырванный стих, не просто, знаете, там, ну, заявление, вот женщина, да, молчит. Очень легко говорить об этом, но давайте говорить об учении, давайте говорить о библейском взгляде на эту позицию. Вот этим проповедникам нужно говорить, а как же в Иисусе Христе нет мужчин и женщин? А как же в Иисусе Христе? А как же? То есть давайте концепцию говорить, давайте говорить истину, а не вырывать это, знаете, в угоду кому бы то ни было какой-то отрывок Писания. Мы поднимаем эти вопросы только для того, чтобы дать тебе понимание, чтобы ты могла следовать за Духом Святым и утверждаться в Духе Святом, чтобы, ну, главным, кто дает тебе вдохновение, силу, были, ну, действительно, в первую очередь Дух Святой и Его Слово. Потому что Он говорит, куда выйдут эти две струи, эти две реки, вот там будет становиться здоровым воды в этом море. И это Слово Господа, и это Его Дух, который оживляет, оживляет мертвое, который оживляет все то, что, ну, было в концепции, ну, может быть, а может быть, это не я. Поэтому я верю, что эта конференция, она пророческая. И вы можете называть ее уикендом, кто-то приехал просто, чтобы расслабиться, кто-то мечтал просто вырваться из рутины, но то, что Дух Святой здесь делает, оно отличается от того, что ты думала. Я точно знаю. Поэтому, когда мы говорим о пробуждении, которое Бог совершает, номер один, у нас нет новозаветнего призыва молиться о пробуждении. Вы не назовете ни одного библейского или новозаветнего призыва, где бы Иисус или апостолы призывали нас молиться, чтобы началось пробуждение. Все ссылки, которые церковь сегодня активирует людей, собирает людей на молитвы за пробуждение, они все уходят корнями в Старый Завет. И если на них внимательно посмотреть, то все эти ссылки, они пророчествуют о переменах, которые приходят через Мессию, который придет. Аллилуйя! И нам нужно это четко понимать, потому что Иисус очень ясно дает нам понимание. Он говорит, когда сойдет на вас Дух Святой, вы станете моими свидетелями. И то, что нам нужно было ожидать, как церкви, это сошествие Святого Духа. И после сошествия Святого Духа у нас нет ни одного повеления ожидать еще чего-то, чтобы что-то начиналось. Что-то начинается или не начинается, зависит от того, активируешь ли ты себя в этом слове, разрешаешь ли ты тому, кто уже живет внутри тебя, проявляться, или ты все еще находишься в этом состоянии, а вдруг оно должно прийти. И я говорил очень часто на многих, в том числе пастырских конференциях о том, что очень, если хорошо постараться и подавить на жалости, и вызвать к совести, и постучать в каждое сердце и в голову, ну, многими такими созуточивыми словами, то можно процентов до 80 людей вытянуть, чтобы молиться и поститься хотя бы несколько дней, чтобы Бог послал пробуждение в наш город. И когда я говорю об этом, большинство из вас вы были участниками подобных терактов. Да. Потому что молиться о пробуждении это самое бестолковое занятие, которое может дьявол придумать для церкви. Аллилуйя. Почему? Потому что в Писании нет призыва молиться за пробуждение. Молись, хоть тресни. Вы знаете, что есть две бестолковых молитвы вообще, которые Бог никогда не отвечает. Он на них не реагирует. Две бестолковых молитвы. Одна бестолковая молитва, которой я не советую никому из вас молиться, это просить Бога сделать то, что Он уже сделал. То есть Он уже это сделал. Принимай, живи этим. Вторая такая же бестолковая молитва, это просить Его сделать то, что Он сказал делать тебе. И куча людей просто это игнорит. Они продолжают, они ищут волю Бога, им нужен звонок с небес от самого Господа, что это сам Господь это говорит. Но я вам хочу сказать, что на самом деле, даже если ангел с неба придет и будет вам говорить то, чего там не записано в Слове, то это не есть истина. Даже если ангел будет с крыльями, даже если он будет просто что-то представляться, Писание говорит, там, Галатом откройте и почитайте внимательно, да будет отделено над Господа, если он несет то, чего там не записано. Аллилуйя. Поэтому мы говорим сегодня здесь, в этом Святом Собрании о том, что настало время, чтобы вы как тело Христово, как церковь, начали использовать и практиковать то, что он сказал из-за Иисуса Христа, который есть внутри вас. То, чем хотелось бы прочитать сегодня перед тем, как мы пойдем в эту часть служения и мы прикоснемся сегодня к Евхаристии или завершенной работе Иисуса Христа, я хочу, чтобы это было для тебя действительно очень важным. Послание к евреям 10 глава будет читать из 19 стиха. Чуть-чуть текста нам нужно прочитать, потому что это вызов. Причина почему? Благодаря крови Иисуса Христа мы теперь можем смело войти во святое святых. не благодаря потому, что мы с чем-то справились, мы хороши, мы лучше, чем другие, но благодаря крови Иисуса Христа мы можем смело войти во святое святых, войти по новому живому пути, который открыт для нас через завесу, то есть через его тело. Мы говорим об очень важной части. Мы туда входим в его присутствие из-за Евхаристии, завершенной работы Иисуса. Есть тело и есть его кровь, которая для нас открывает эту возможность. И в следующем 21 стих он говорит, у нас есть великий священник, который стоит во главе всего Дома Божьего. Вот этого священника нужно слушаться. Все хорошо с проповедниками, мы почитаем поставленных Богом, мы почитаем Петербург в церкви, но у нас есть, Писание говорит, великий священник, и дальше он говорит, так давайте же придем к Богу с искренними сердцами, в полноте веры, краплением очистив сердца от порочной совести, и мы в тела чистой водою, и будем непоколебимо держаться исповедание веры, которая дает надежду, потому что тот, кто обещал нам, верен. Послушайте, на самом деле, когда мы затрагиваем эту тему, или касаемся этой темы, я хочу, чтобы мы правильно понимали, речь не идет о том, что мы как будто бы, ну, как бы понижаем, как некоторые нас обвиняют стандарты. Я говорю, что все то, что Писание говорит о стандартах святости и чистоты, мы держимся за это всем, чем можно держаться, потому что это есть божественное обетование для нас. Библия четко говорит, что ничто преданное греху или мерзости не может наследовать Царство Божье. Поэтому, если кто-то вам говорит, что пастор Виталий или другие проповедники, они понижают стандарты Евангелия, вы должны им четко сказать, что я своими ушами слышала, что мы проповедуем на наших собраниях самые высокие стандарты святости, потому что у Бога нет ничего общего с грехом и ничто преданное греху или мерзости оно не может приходить в присутствие Божье. Разница в том, в чем возникает недопонимание, это как туда добраться до этого стандарта святости. Мы верим, что это сделал для нас Иисус на кресте в своей завершенной работе, и когда Он сказал, совершилось, это была та настоящая победа, которую Он одержал для нас, возвращая праведность в доступное состояние для людей, которые впоследствии начнут верить в Него. Другие же говорят нам, что нам нужно сделать и вот это, 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 это, и тогда возможно мы придем в эту позицию. Поэтому я за то, чтобы все-таки главнейшим в вопросе достижения стандартов был все-таки Иисус в его завершенной работе, а не мы со своими там попытками что-то это воспроизвести. Но это то, что является фундаментом, почему большинство людей, они не могут подняться и пойти. Я говорю, мужчин или женщин не играет роли, потому что ты не можешь двигаться без вот этого фундамента. Ты не можешь продвигаться в подчинении Богу до тех пор, пока ты смотришь на себя и оцениваешь возможности с позиции себя и того, кто ты есть. До тех пор, пока твоя оценка отталкивается от того, ну, как ты лучше или ты хуже, и ты справилась, не справилась с чем-то, ты не сможешь продвигаться за Духом Святым, потому что единственный способ превозмогти, победить, возможность тонуть во время бури, есть способ смотреть на Иисуса. Как только ты отрываешь взгляд от того, кто есть Иисус, я тебе обещаю, каким бы ты не был крутым рыбаком, какой бы у тебя не был огромный опыт в той или другой части жизни, тебе придется искупаться прямо тогда, когда ты не планировала. И я хочу, чтобы каждый из вас вы могли это понимать, фундамент того, почему я смогу пойти сверхъестественно, вопреки всем законам, которые я знаю до сегодняшнего дня, есть только одна причина, я буду держаться за того обещания, кто верен своему слову. Я буду стоять на этом обещании, потому что он обещал мне. Теперь второе, что самое важное, он выбрал жить внутри тебя. Если бы я спросил, кто из вас вы знаете, что Иисус живет внутри вас Духом своим святым? Кто из вас знает это? Ну, почти все, кто не заснул, они знают. Если вы разбудите соседку, которая не подняла руку, она тоже это знает, просто она спала, она не поняла вопроса. То есть Иисус живет во мне. Скажи, Иисус живет во мне. Теперь, если Иисус живет во мне, он в курсе о моих слабых и сильных сторонах? Он в курсе, да? Он даже в курсе некоторых тайных мыслей, которые пробиваются иногда, эмоции, которые трудно иногда поймать, даже вам лично, я не говорю за ваших мужей, а то отдельная тема. Аллалуйя, да? То есть Дух Святой, он не, давайте я использую это слово, чтобы вам было понятно, он не брезгует жить прямо в вас внутри, со всеми вашими недостатками, слабостями, конниками, эмоциями, грехами и так дальше. То есть если Святой Дух уже живет внутри вас, и ему не мешает жить внутри вас еще ваше несовершенство, ему не мешает жить внутри вас, но он решил жить внутри вас, чтобы из-за его жизни в вас ваша жизнь начала меняться. Ну вы же помните нашу национальную поговорку, с кем поведешься, от того забеременеешь, да? Ну на самом деле, на самом деле, если ты начнешь с Другом Святым быть на постоянной основе, его качество характера, они начнут пролазить в твою жизнь. То есть мы же, ну у кого есть дети, вы же понимаете, что мы очень четко отслеживаем, с кем наши дети дружат. А почему мы бы не хотели, чтобы наши дети не дружили там и с людьми, которые и с детьми, которые сегодня уже ведут неправильный образ жизни, которые занимаются неправильными делами? Почему? Потому что мы из-за некоего страха боимся, чтобы наши дети не подцепили какого-нибудь вируса от этих плохих детей. Но мы даже не думаем о том, что наши дети могут быть сильнее, и от наших детей они подцепят хорошего вируса. Аллилуйя, для этого больше веры чуть-чуть надо, да? Но не веры, а практического доверия Богу. Это очень важно. Почему мы не боимся, что этот мир захватит наших детей, потому что мы живем в Новом Завете, а в Новом Завете все работает по-другому, потому что в Старом Завете так было. Когда ты прикасаешься чистый, прикасаешься к прокаженному, то ты тоже становишься нечистым. Но Новый Завет дает нам понимание, что ты можешь прикоснуться к нечистому, и нечистый становится чистым. Аллилуйя! Мы говорим об этой работе Святого Духа внутри каждого из вас. Когда Иисус прикоснулся к прокаженному, то не Иисус заразился проказою, а прокаженный стал чистым. Я хочу, чтобы ты точно такое же сравнение взял для себя. Когда Дух Святой приходит в твою жизнь, Он прикасается к тебе, и это точно то же, чтобы Иисус сам прикасался к тебе, Он освещает тебя, и Он делает тебя чистой. И это вызов, который есть фундаментом того, почему ты пойдешь или ты не пойдешь. Потому что когда у тебя эта концепция выстроена, когда эта конструкция стоит твердо, тебе легко доверять Богу. Почему? Потому что главным основанием или предметом, почему я могу сюда двигаться в эту сторону, не будет стоять вопрос того, кто есть ты, а будет стоять вопрос, кто Иисус, который живет внутри тебя. Может ли Иисус это сделать? может ли Иисус исцелить эту жизнь? Может ли Иисус сегодня сказать слово с мудростью, чтобы развязалась эта ситуация? Может ли Иисус сегодня исцелить этого больного? Может ли Он воскресить этого мертвого? Может ли Иисус сегодня восстановить это разрушенное дело? как только речь перестанет в твоем разуме контролировать, что это зависит от того, ты хорош или насколько ты не хорош, а все будет сконцентрировано на Иисусе Христе, в твоей жизни начнутся перемены. Потому что как только я присутствую здесь, очень много факторов становятся сразу ограниченными. Но если мы разрешаем главенству Иисуса Христа и Его Слову быть и управлять нашей жизнью, оно поведет нас. Теперь то, что я хочу сказать сегодня. Несколько, ну, не несколько, может быть, уже шесть лет, как Керри к нам приезжает, Керри Блейк. Вы знаете, это чудесное служение с огромными свидетельствами, плодами и так дальше. И однажды просто мы сидели, разговаривали перед началом конференции, по-моему, второй год был, и он поделился одной простой мыслью, которая мне помогла очень во многом, во многом в практическом служении. Он говорит, я однажды был, ну, волонтером, однажды, шесть лет он прослужил волонтером у Лестера Самрала. Он говорит, я был молодым, мы только-только начинали, у них случилось там в жизни много вещей, на старте их жизни, первая дочь их умерла в возрасте до четырех лет и так дальше. И он говорит, это было тяжелейшее время, мне было там еле 21 год, и говорит, я был на одной конференции, на большом служении, и когда я был на этом служении, говорит, как-то случилось, что я попал среди вот этих больших китов, где был там Орал Роббрс, Лестер Самрал, другие там великие проповедники, и говорит, я сидел там с ними за одним столом, и говорит, вдруг Лестер Самрал мне говорит, ты должен, молодой человек, приехать ко мне в церковь. И говорит, я не знал, как вернуться домой, у меня не было денег, и говорит, но я приехал домой, одолжил деньги, оставил жену и поехал туда. И говорит, я приезжаю к ним в церковь, и говорит, я просто поражаюсь размером всего того, что я вижу. Это необычно видеть, в то время, говорит, еще было, ну, такие большие церкви. И я иду туда, к нему, чтобы секретарь меня останавливал. Говорит, вы куда, молодой человек? Он говорит, я иду, мне Лестер Самрал сказал, чтобы я к нему пришел. Говорит, знаешь, с сотнями людей он говорит по всему миру, придите ко мне. Говорит, надо записаться, у него есть график, он не может это принимать. Он говорит, а я нахожусь в борьбе. У меня есть два вопроса, на которые я хочу знать лично для себя ответ от Бога. Как знать волю Бога для меня лично? И второй вопрос, который для меня жизненно важный, как исполнить волю Бога, чтобы ничего не пропустить? И он говорит, я приехал сюда уже на одолженные деньги. Я не могу позволить уйти или ждать. Я просто здесь. И у меня единственный шанс к нему попасть. Он мне сказал. Говорит, ну позвольте, я просто постучу, если он пустит. Говорит, я постучался. Он говорит, да. И когда я зашел, он говорит, все, что он перестал, он даже не поднял голову. Он просто перестал писать что-то в своей тетради. И он сказал, для того, чтобы знать волю Бога, надо читать Слово Бога. Для того, чтобы исполнить волю Бога, надо следовать тому, что говорит Слово. И продолжил писать. Он говорит, за 30 секунд я получил ответ на все вопросы, которые меня мучили, которые останавливали. И говорит, я погрузился, я принял решение. И я 6 лет был волонтером в их служении. Я перевез семью, снимал, работал на трех работах, чтобы просто хоть какое-то время попадать на вот эти вещи. И говорит, и я научился молиться за страны, он говорит, за континенты. Я молился вместе за вот эти, говорит, там где-то происходили заварушки военные. И Лестер всегда приходил и говорил, что там, где есть любой конфликт военный, это скопление нечистых духов и бесов. И говорит, и мы провозглашали, мы стояли на карту, ложили руки, молились, и мы видели, через там одну неделю, две недели конфликт утихал. Военный конфликт утихал. И говорит, это дало мне понимание очень многих вещей в практическом служении. И дальше он говорит, то, что меня научило, вот за эти 6 лет партнерства, 6 лет волонтерского служения у Лестера Самбала, он сказал, перестань слушать всех подряд. Выбери для себя тех людей, которые точно движутся в том учении, где ты хочешь оказаться через некоторое время. перестань слушать всех подряд. Даже если они очень популярны, даже если они всеми как бы обожественны, выбери себе только тех проповедников, которые держат четкую линию послания, чтобы твой разум не загрязнялся бурьянами. Знаете, это было как некий щелчок в моей жизни 5 лет назад, когда Керри делился этим словом. Знаете, я, ну, как будто бы вот что-то щелкнуло. После этого я сказал, да, Господь, я не знаю еще до конца, как кого квалифицировать из проповедников, но, Дух Святой, я прошу тебе, помоги мне слушать тех, кто проповедует там, где я хочу оказаться. И знаете что? Несколько случаев таких было в моей жизни, когда после этой молитвы я попробовал слушать некоторых проповедников известных, а они не лезут, просто никуда не лезут. Ты слушаешь, а ты понимаешь реально, это бред. Я уже там был. Понимаете, в чем суть? Я хочу сказать сегодня в вашу жизнь. Разреши Духу Святому присоединить тебя к Слову, который будет созидать твою жизнь на завершенной работе Иисуса Христа, а не на твоих достижениях. Чтобы ты мог, могла в своей жизни через некоторое время прийти туда же, там, где ты слышишь это Слово. И это принципиально важно. Есть так много людей, которые слышат что угодно, сколько угодно, они знают, что проповедуют тот, тот, и тот проповедник, и тот проповедник. И я говорю, как можно ужиться с такой кашей? 10,2 проповедника, которые вернулись с обетованной земли, у них было разное послание. У двоих послание было держаться за то, что стал Бог. У десятерых было много, у них был авторитет, поймите правильно. У них была позиция, которую они имели, но их послание было построено на том опыте, знаниях и понимании, которое делало Бога неспособным осуществить свое Слово. Поэтому, когда проповедник, которого ты слушаешь, он говорит, что сегодня не то время, что Бог сегодня это не будет делать, я хочу, чтобы ты была смелой подвинуть свое внимание от него в сторону, потому что, как правило, такие проповедники приведут тебя в пустыню. И там ты будешь обречена. И я понимаю, что то, что я говорю очень радикально сегодня, но мы стоим в то время, когда Бог сам будет поднимать сверхъестественно людей, которые будут идти за Духом Божиим, и то, что Он обещал, что не будет нужды, чтобы кто-то учил брат-брата, потому что все будут научены Духом Божиим. И потому что Дух Божий, который будет говорить в твоей жизни, Он будет говорить истину. И ты можешь разумом еще не найти объяснений, почему так, но твой Дух точно знает, что это то, что говорит Бог. Потому что ты цепляешься за завершенную работу Иисуса Христа. И я хочу, чтобы ты понимала то, что сегодня этот вызов, этот вызов заставит тебе выйти из зоны комфорта. Этот вызов заставит тебя пойти на конфронтацию с важными людьми. Но если ты не отступишь, Дух Божий будет с тобой, и ты пройдешь и выйдешь и останешься победителем. Потому что Бог будет потрясать устой религии. Бог будет сам потрясать. Знаете, я сегодня наблюдаю за многими движениями, в том числе мне интересно видеть позицию сегодня харизматических движений разных. И это самое большее, что удивляет, это те, которые 25 лет назад прошли через давление, отвержение, сегодня сами заняли позицию, в позе сидят своего папы и катают письма против того или другого проповедника. А что поменялось? Ничего не поменялось, потому что они никуда не уходили, они просто взорвали свои щеки, надули их, ну, скажем, какими-то эмоциями, но они пришли в ту же самую позу своего папы, и они сидят и сегодня пытаются то, что они знают, поставить выше, чем то, что говорит Бог. Но проповедение будет. Независимо от того, как много сегодня хотят или не хотят, я хочу, чтобы ты четко понимала, что это неизбежно. Перед тем, как Иисус вернется забрать свою церковь, вы увидите, что произойдет, произойдет потрясение Вавилона этой системы, чтобы слава Божья проявлялась сверхъестественно. послушайте, я говорю сегодня от Духа Божьего вашу жизнь, и вы будете видеть это очевидно прямо там, где вы есть, потому что это сделает Дух Святой сверхъестественно, в экономике, в политике, в социуме, в образовании, в медицине, вы будете видеть сверхъестественные вещи, которые без Бога они бы не произошли. Но послушайте, для того, чтобы они происходили, Богу нужны люди, которые начнут говорить Божье Слово. Это очень важно. Чтобы Иисус родился, Богу нужны были пророки. Начиная от третьей главы Бытия до Малахии, они должны были высказать, выговорить, сформулировать, утвердить, они должны были произнести в духовный мир, приготавливая его явление. Теперь, что очень важно, пророчество это говорит то же самое, что говорит Бог. Почему люди боятся пророчества? Потому что, когда ты говоришь это, сейчас в этой ситуации оно дико выглядит на том фоне, что видят твои физические глаза. Когда мы сегодня говорим, что женщин в пасторском служении будет не меньше, чем мужчин, это просто режет слух. Почему? Потому что в Тимофее написано, и они так хотят, чтобы так было, чтобы она в церкви молчала. Вы понимаете, да? Когда у меня в ленте появляются умнички с такими предложениями, я их исчисляю сразу в ту же секунду из своих друзей. Много их пасторов, которым дорога в дружбу со мной закрыта уже. Знаете, почему? Дьявол боится, чтобы не поднялись люди веры. Он понимает реально, что Бог сегодня смотрит на сердце, а не на пол человека. Понимаете? Мы же говорим в Иисусе Христе нет различий, да? Он определяет нас как служителей, дает нам способность быть служителем Нового Завета по полу, которым мы не выбирали родиться, или по слову и победе Иисуса Христа. Так много, так много было людей остановленных, которые имеют на себе призвание и ничего не могут сделать, потому что я даже не знаю как. Но когда ты начинаешь высвобождать и говорить то же самое, что говорит Бог, ситуация начинает меняться. Почему? Потому что пророческое слово меняет атмосферу в том место, в котором ты находишься. Пророческое слово меняет загрузку той атмосферы окружения, которая есть вокруг тебя, и пророческое слово меняет природу бытия, где ты есть. Поэтому можно всю жизнь говорить Господи, кто я, что я могу сделать, но можно взять слово Бога и начать говорить время настало. И я буду провозглашать Евангелие. И это не из-за того, что я, а из-за того, что Иисус живет внутри меня. Из-за того, что Иисус движется мною. Он использует меня. И я хочу, чтобы каждый из вас, вы могли сегодня просто прийти к этому престолу благодати. Он говорит, мы имеем к этому доступ. Благодаря крови мы можем смело войти во святое святых. Послушайте, вот то святое святых, которое было всегда видимым, оно перестало иметь значение. Знаете, я однажды был захвачен после определенных событий лет 10, наверное, назад, 12, я был захвачен сделать полностью такой макет, как бы скини Моисея или прообраз грамма господнего, чтобы поставить это как макет, чтобы показывать, вот как это работает. И я молился, я говорил, Господь, помоги мне, вот действительно осуществить, вот дословно вот все это сделать, пусть там не золото и всего другого, что оно сделано, хотя бы модель сделать, чтобы было видно. И знаете, несколько раз Дух Святой просто меня просто как бы тормозил и разворачивал, и просто однажды он мне прямо сказал, завеса разорвалась сверху донизу. Нет смысла больше это строить. Есть другое место, которое ты должен понимать. Вот то, что было, это только для того, чтобы понимали, как это работало. Все то, что сейчас есть, оно работает по вере, по-другому. Я хочу, чтобы каждый из вас вы понимали, у тебя есть прямой доступ из-за крови Иисуса прямо во святое и святых. Туда мог ходить только первосвященник раз в год и то не со своей кровью. Но Писание говорит, что из-за Иисуса Христа нам открыт доступ к этой благодати. Из-за Иисуса Христа нам открыт доступ во святое и святых. В Откровении он говорит, он садел 1 глава 6 стих. садел нас царями и священниками Богу и Отцу своему, чтобы мы могли совершать это служение. Он высвободил твою жизнь это право быть в его присутствии. До тех пор, пока ты говоришь себе я никто и зовут меня никак, во что бы ты не верила, ты не можешь прийти в присутствие Бога, получить снаряжение и благословение. Почему? Потому что Иоанн молится, он говорит, я молюсь, чтобы ты здоровствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Если ты не преуспеваешь в твоей душе, если ты не понимаешь, кто есть ты, ты не сможешь преуспевать, ты не сможешь продвигаться, ты не сможешь прийти в присутствие Господа. Почему? Потому что твое сознание, кто есть ты она будет мешать тебе она она закроет тебе смелость она не даст тебе дерзновение она перекроет тебе все каналы через который ты могла бы быть благосовенной но ты просто сама себя не можешь увидеть глазами бога что ты можешь быть благосовенной и для этого есть куча проповедников которые помогут тебе там быть я тебе обещаю масса которые боятся которые боятся конкуренции почему потому что они ленивые как не будем сравнивать многие из них тупые извините я просто чуть-чуть знаю эту среду и они боятся потому что если кто-то станет рядом и будет говорить нормальной речью прозрачное послание они издуются очень быстро поэтому что нужно сделать используя то что использует дьявол запугать наврать послушайте и тогда знает что ты не прорвешься почему потому что когда на тебе есть страх когда ты живешь под ложью дьявольской у тебя не будет смелости приходить престолу благодати он говорит послушайте благодаря крови иисуса мы имеем мы можем смело войти во святое святых войти по новому пути живому пути который открыт для нас через завесу то есть через его тело мы туда приходим не потому что ты женщина или я мужчина мы туда приходим не потому что ты или я мы совершены не потому что мы с чем-то справились и не справились. Он говорит, благодаря крови Иисуса Христа мы можем смело входить. Как мы можем входить? Через завесу, то есть тело Иисуса Христа. Аллилуйя. Не через церковь. Аллилуйя. Не церковь дает мне лицензию уходить в присутствие Господа. Мне дает право туда вот кто входить. Но мы отлучим тебя от церкви. Аллилуйя. Меня уже сто раз отлучили от церкви. Я серьезно говорю. Многие жгут наши книги даже. Собирают во дворе. И в кого есть, все принесите, мы попалим их. Ну, они читали там, знаете, когда колдуны приходили, к Господу каялись, они их книги палили. Теперь наши палят. Аллилуйя. Ну, когда фантазии и ума нет, то пусть палят. Слава Иисусу. Мы еще напечатаем. Понимаете? Мы приходим в присутствие Господа во святое и святых через кровь Иисуса Христа. Дверь есть тело Иисуса Христа для нас. Аллилуйя. Рецензию не я даю в присутствии Господа. Твоя вера дает тебе право быть там. Ты можешь обойти меня сто пятьдесят раз и получить все благословения прямо от престола благодати. Аллилуйя. Послушайте, я говорю об этом очень ответственно. Я понимаю реально, что многие будут из-за этого послания многие будут рассказывать мне свои взгляды на жизнь. Но я еще раз говорю. Десять уже завели знатоков. Они уже завели, пока все не вымерли. Я не знаю, как вы, но у меня нет сорок лет еще погулять. У меня нет еще сорок лет ждать, пока мы черной круг сделаем вокруг горы Старого Завета. Мы стебаемся, сосед у нас там есть. Они все никак не поймут, на какой же горе Бог сегодня говорит. И все тянут на гору Моисея. А у нас уже есть Сион. Аллилуйя. Новозаветная гора. Она отличается от Старозаветной. Аллилуйя. Сосед рядом, вообще метров 300 от нас. Послушайте, надо разобраться, однажды надо разобраться, что я буду слушать дальше. Какое послание буду слышать. Что я буду принимать. Не было ли Бога там был. Но вам не понравится то, что там было. Вам не понравится. Поменялся ли он здесь? Нет. Он такой же самый, как там был. Просто там нам его открыл раб Божий Моисей, а здесь нам его открыл Сын его, сущий в недре отчим. Вот вся разница. А когда Сын открыл, он открыл сердце Отца. И поэтому Иисус есть точная копия своего Отца, своего характера. Если вы хотите знать, как Бог себя ввел бы в той или другой ситуации, посмотрите на Иисуса, как Он ввел себя в той или другой ситуации. Сохих Иисус предал анафеме, сохих Иисус отлучил от церкви, сохих людей Иисус там мордовал, казнил, четвертовал, побил камнями в нехороших ситуациях. Вот если вы хотите знать сердце Отца, то его точная копия, то его Сын. Вот это его поведение. И это стоило бы и Петру знать в свое время, и Павлу, что Иисус есть точная копия Отца. Поэтому я знаю, как выглядит мой Отец. Я знаю, как Он себя ведет в той и другой ситуации. Я знаю, что Он сделает, когда я что-то сделаю неправильно. Аллилуйя. Я не боюсь поэтому быть там. Я не боюсь быть в его присутствии. Потому что если я споткнусь, Он поднимет. Если я упаду, Он восстановит. Если я приду к тупику, Он откроет двери. Я хочу, чтобы каждый из вас вы это понимали. Речь вообще не идет о тебе. Речь просто прими веру и то, что Он сделал и будь в той позиции и держись за эту позицию. И когда ты будешь за эту позицию держаться, ты начнешь в это верить. А вера будет рождать дела веры. Послушай, вера будет воспроизводить дела веры. И Он говорит, будем держаться этого исповедания. Почему? Потому что ему можно доверять. Если он обещал, он верен этому обещанию. И это приходит. Послушайте, еще раз повторю. Многие из вас вы понятия не имеете, что Бог уже начал делать с вашим сердцем. И что Бог будет делать через вас, уже начиная с этих служений, вы уже просто есть там, где Дух Святой радикально начинает двигаться. И знаете, есть время подготовки. И когда Дух Святой готовит, говорит, засеивает поля, засеивает поля, проходит время, и ты еще ничего не видишь. Но потом, знаете, приходит тепло некое. И то зерно, которое могло лежать там днями, сутками, месяцами, неделями, вдруг начинает прорастать, массово прорастать. Я говорил об этом уже десятки раз на разных больших собраниях. В начале 90-х. Кто в церкви еще с тех времен, вы помните. Особенно там, где кто был в традиционных церквях. Поднимались люди, которые говорили, невозможно так дальше быть. И их куда-то, ну, куда-то всегда толкало на какие-то новые вещи, где реальность того, что написано в Писании, совпадает с той жизнью, которой живут люди. Было несколько проповедников, буквально, кассеты которых, знаете, заслушивались до дыр, если можно так сказать. И чем больше этих кассет появлялось, тем больше проповедники говорили, вот их нельзя слушать. И чем больше они говорили, их нельзя слушать, тем больше они становились популярными. Знаете, я говорил где-то, пастор Игорь, не знаю, я ему говорил однажды, это год назад, когда там против него целую программу Сережа выпустил, спасибо Сереже. Я сказал, Игорь, ты ему как минимум ресторан должен выставить. Потому что после, ну обычно в Игоре было тогда, в то время где-то там, знаете, закончится программа, там 500 просмотров сразу уже есть, за сутки там еще до 1000 доходит. Сережа выпустил программу, сразу 3000 стало. Зато надо, зато надо стол накрывать. Слава Иисусу. Ну а теперь послушайте, я говорю это, чтобы вы понимали. Несколько лет подряд это слово ходило. Знаете, оно формировало многих людей. В начале 90-х слышать послание веры было настолько, я помню, я, ну я, я был в Киеве, я учился в университете и была возможность попадать на конференции и после любой конференции приходил к отцу, набирал телефон и говорил, папа, почему я 18 лет сидел в этой церкви, слушал слово, там где ты пастор сейчас, почему толком, понятном, на понятном языке ни разу вы не объяснили, что такое вера, а что ты не знаешь, что такое вера. Мне не надо знать, что такое вера, дайте мне библейское основание, дайте мне понимание, как это быть. А кто знает моего отца, он практик, великий практик. Знаете, 90% своей практики он ушел с собой, забрал. он никому это не дал. Почему? Потому что он, знаете, он не хотел услышать от Бога, как это передать. Он знал, как это работает. И в большинстве случаев он никогда не ошибался в том, как Дух Святой работает. Но это осталось законсервированным в нем. Оно не стало достоянием церкви. Он так и не понял, что это нужно было распространить и умножить в тысячах людей вокруг себя, чтобы они действовали в этом. И он бы из-за этого не стал меньше, он бы наоборот из-за этого, скажем, имел только продвижение. Я говорю то, что я имею право говорить, вопреки тому, что, ну, многие думают, что что-то не так здесь. Здесь это все точно. А теперь послушайте. Сегодня время поменялось. Вот это нельзя, вот эти угрозы, они работают только на распространении Евангелия. Почему? Потому что, я вам говорю, вот несколько лет назад Дух Святой открыл это откровение, и оно стало массово наполнять сегодня церковь. О праведности, которой по вере, о благодати, которая приходит из-за завершенной работы Иисуса Христа. И знаете, что бы сегодня кто ни говорил, но никто не может перекрыть спутником возможность летать над вашими головами. Знаете, тогда надо было кассету где-то взять, одолжить, переписать, а сегодня даже не надо. Сегодня просто включаешь слушаешь и слушаешь. А послушайте, слово сеется. И когда оно сеется, наступает день, когда оно прорастает. Послушайте, я хочу, чтобы вы понимали, вы будете это видеть, вы увидите уже сегодня, у кого глаза открыты, вы видите сегодня. Сегодня почти из каждой церкви поднимаются группы баптистов, католиков, писятников, харизматов, это будет повально. Самое большое харизматы это переживут сейчас. Когда будут подниматься люди, которые будут сказать, мы не согласны, просто, потому что я так сказал, потому что так написали в письме. Я принимаю решение следовать за тем, что говорит Бог. Я принимаю решение следовать за тем, что Он сделал. Я говорю сегодня, я не подготавливаю вас к бунту. Я настаиваю на том, чтобы вы были покорны тому, что говорит Дух Божий в вашей жизни. Чтобы вы были покорны тому, что говорит Слово Божье в вашей жизни. Чтобы вы шли за тем, что Бог будет вершить в это время. Вы увидите тысячи групп, которые будут подниматься и которые будут наполнены жизнью, будут распространять жизнь. И это будут самые быстрорастущие церкви на этой земле. Церкви, которые построены на завершенной работе Иисуса Христа. Послушайте, я говорю сегодня, в вашу жизнь, что Бог смотрит не так, как человек смотрит. Поэтому для вас мнение Бога должно быть важнее, чем мнение человека. Помните даже пророк Самуил? Вместе с Есеем, папой Давида, они вообще проигнорили. Они по одному смотрели. И когда уже все семь братьев прошли, Самуил засмущался. Так Писание говорит. Говорит, а еще кого-то нет? А, есть, вспомнил там. Но я даже не думаю о нем, он вообще никто и зовут его никак. А Самуил говорит, позовите его. И он приходит. Отец в него не верит, братья в него не верят. Самуил на другого смотрел. А Бог указывает ему, говорит, это он. Вот это то сердце, которое мне надо. Я хочу сегодня сказать тебе о Духа Божьего. Когда Дух Божий здесь сегодня присутствует в этом служении, Божий жезл, Божий палец, он указывает на тебя. И он говорит, это ты, тот, кто мне нужен для этого времени. Это ты та, которая нужна мне для того, чтобы распространять веру на этой земле. Это та ты, которая нужна, чтобы распространять царство мое на этой земле. Это ты мне нужна, как та, через которого я могу проявить свою силу и славу на этой земле. Перестань умолять свою позицию. Перестань игнорировать голос Духа Божьего. Перестань сравнивать себя с великими стенами, с великими людьми, с большими великанами. И начни себя сравнивать с тем, что Бог говорит о твоей жизни. Начни строить свою жизнь на основании того, что говорит Бог, а не люди. И ты увидишь, что все вокруг будет меняться сверхъестественно. Во имя Иисуса Христа. Благодаря крови мы можем приходить в Его присутствие. Благодаря Его телу мы можем быть в Его доме. Наши причастия прямо перед нами. Сюда уже можно приготовить, принести. Пока служители будут нам готовить и все это нести. Спасибо, спасибо, спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя. О, хорошо. Вот это та ситуация, когда мужчин не пускайте на конференцию. И сами столы носите. Аллилуйя. Мы тоже женщин. Аллилуйя. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Поставьте, чтобы можно доступ иметь, а я там все другое. Да, спасибо. Спасибо. Ваша помощь все равно нужна будет. И мы читаем постановление, хотя вы его слышали уже разы и разы, но еще раз оно не помешает никому. Павел говорит 1 Коринфянам. Ведь я от самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ночь, когда он был предан, взял хлеб и поблагодарил за него в молитве и разломился словами, это мое тело, раздаваемое за вас. Делайте это воспоминание обо мне. Так же поступил из чаши, после ужина сказал, эта чаша новый завет, скрепленный моей кровью. Делайте это каждый раз, когда пьете в память обо мне. Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока он не придет. Таким образом, кто ест или пьет из чаши Господней, не придавая этому должного значения, тот грешит против тела и крови Господа. Человек должен проверять себя, прежде чем есть хлеб или пить из чаши. Потому что каждый, кто ест или пьет, не осознавая значения тела Господа, тот ест и пьет в осуждении себе. Я хочу, чтобы мы еще раз этому придали особое значение. В начале этой конференции я говорю сегодня вашу жизнь. То, что есть перед нами, Вечеря Господня, это не планка, которую вы должны достигнуть, чтобы получить право участвовать в Вечере. Послушайте, это способ, это божественный инструмент, божественная возможность, через которую вы можете подняться на эту планку. Еще раз. Вечеря не предназначалась никогда в Царстве Божьем для того, чтобы церковь ею манипулировала среди людей. Если ты хорошо себя вел, если ты правильно поступал, если ты совсем справился, мы разрешим тебе участвовать в Вечере Господней. Если ты с чем-то не справился, мы не разрешим тебе участвовать в Вечере Господней. И служители решали. Писание говорит, что каждый сам проверяет себя, не церковь. Мне, как пастору, не дано право проверять тебя. Ты проверяешь себя. Так написано, я только что читал. Ты проверяешь себя. На какой предмет, что это для тебя означает? 6.57 Иоанна. Иисус рассказывает, вы видели три года мое служение. Вы видели чудеса, вы видели то, почему я был эффективным в служении. Кто из вас хочет знать секрет моего успеха в служении? И Он говорит, я вам отвечаю. успех моего служения, потому что я живу за счет моего отца. Вы удивлены, почему все получилось? Вы удивлены, почему я со всем справился? Вы удивлены, почему все вышло? Так секрет вот, в 57 стихе. Я живу за счет моего отца. Там запятая, и Он говорит дальше. Так и вы. И отдущий меня жить будет за счет меня. Хотел бы ты, чтобы ты жил за счет Иисуса? За счет победы Иисуса Христа? Или тебе нужны твои достижения? Тебе нужно, чем бы погордиться можно было? Тебе нужно было бы чем-то, где бы ты мог хвалиться? Я хочу тебе сказать, то, чем можно было похвалиться, уже уничтожено. Как? Законом веры. Навсегда. То, чем я вчера мог похвалиться, своей родословной, своей чисто кровной, христианской породой, которую я получил, оно больше не играет никакого значения и роли, потому что твоя и моя родословная начинается с Иисуса Христа. Ты стал Его детем, и вот твоя родословная. Перестань рыться в своих корнях, перестань рыться в своем прошлом до Христа. И есть жизнь до Христа, и есть ты новое творение. Старое все прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5,17. Ты стал новым человеком. Вид, которого не существовало до этого. Речь идет про твой дух. Речь идет о твоем духе, который рождается заново. Поэтому, когда мы говорим сегодня о причастии, когда мы говорим о Евхаристии, когда мы говорим о завершенной работе Иисуса, у меня есть только один вопрос. Хочешь ли ты жить за счет Иисуса? В нем есть сила, в нем есть совершенство, в нем есть победа, в нем есть мудрость, в нем есть благость, в нем есть способности, которых у тебя нет, в нем есть жизнь, побеждающая жизнь. теперь, послушайте, если мы верим, что Иисус отдал жизнь, и мы ее принимаем, то теперь, когда ты принимаешь эту жизнь, это на видимом, материальном уровне, Бог оставил нам это служение, чтобы ты могла понять, вот через эту дверь, его тело, я вхожу во все благословения, это жизнь. Послушай, я хочу, чтобы ты понимал, это принципиально важно, мы сидим, этот кусочек, его тело, оно растворится, оно разнесется в молекулярном виде, и прикоснется к каждой клетке твоего естества, и я хочу тебе сказать сегодня что-то, опять эти две струи, они сделают твою жизнь здоровой, когда в твоей клетке есть что-то поврежденное, и туда придет тело Иисуса с жизнью Иисуса, я тебе обещаю, победителем останется тело и жизнь Иисуса, кто-то уже проигрывает, я хочу, чтобы ты это знала, вот почему дьявол так воюет против свободы в причастии, вот почему дьяволу так не нравится, чтобы мы открыли доступ к причастию, почему, потому что, извините меня, я скажу, как епископ, которому 20 лет назад меня рукоположили в епископское служение, 20 лет назад, в 98-м году я принял епископство, я вам скажу, если я смогу своими силами справиться со своими слабостями, то мне не надо ваше причастие, я без него могу жить, но правда в том, если быть честным, я не могу сам справиться со всем, у меня нет силы, возможности, способностей справиться со всеми вызовами жизни, поэтому я прихожу сюда и честно говорю, Иисус, теперь не я живу, а живешь во мне ты, победа не из-за того, что я умный, а потому что ты, не потому что я сильный, у меня сильная воля, а потому что ты, и я принимаю от тебя эту силу, я от тебя принимаю эту способность быть служителем нового завета, не буква от духа, а дьявол тут как тут, он приходит, он говорит, какое ты имеешь право так много на себя вызывать, какое ты имеешь право, ты не можешь рассчитывать на столько много благословений, тогда я беру эту чашу и говорю, знаешь что, эта кровь дала мне право приходить во святой и святых, эта цена, которая за меня заплачена, эта цена, которая заплачена, дает мне право быть тем, кем Бог называет меня быть, это когда ты вывозишь из супермаркета полную тележку разных там вещей, продуктов, и охранник тебе говорит, послушай, слишком много набрало, зачем тебе так много, кусочек хлеба и кефирчика возьми и хватит, и ты можешь с ним вести дискуссию сколько угодно, но все, что тебе нужно сделать, вы ими чек, и скажи, ты можешь только посмотреть на этот чек, там за все заплачено, вот это твой чек, вот это чаша, это твой чек, который дает тебе право на успех, на долголетие, на защиту, на обеспечение, вот что дает тебе право прийти, взять Божье Слово, Божье обетование и жить в этом обетовании, вот твой чек, там все оплачено, там есть печать Духа, поэтому, когда мы сегодня будем принимать причастие, мы не принимаем его как обычно или как это заведено в твоей церкви, сегодня просто сделай исключение и принимай так, как написано в Писании, он говорит я отдаю мою жизнь, чтобы вы ее приняли, вот это тело, это жизнь, которую он отдал, принимай эту жизнь, вот эта кровь, которая была пролита, это цена, цена твоего счастья, цена твоего здоровья, цена, почему ты не умрешь от диагноза, который тебе приписали, цена, почему все слова, которые говорили в твою жизнь, унижение, они не сбудутся, вот цена, уплоченная за тебя, прогнозы не сбудутся, которые люди говорили в твою жизнь, которые унижали тебя, которые пренебрегали тебя, потому что эта кровь восстанавливает достоинство дитя Божьего, это восстанавливает твою позицию, и ты имеешь доступ во святое и святых, не потому, что ты совсем справился, а благодаря крови. Через дверь ты заходишь, ты не лезешь в окно, ты не лезешь там где-то через забор, ты входишь через дверь, это тело Иисуса Христа. Я законным образом вхожу в свое благословение. Давайте поднимемся на ноги, начни молиться в Духе Святом, скажи, я принимаю твою завершенную работу, Господь. И я благодарю Тебя, что я могу быть той, что Твое слово говорит обо мне. Я заявляю сегодня весь духовный и физический мир. я дочь царя и мне принадлежит благословение. Каждое благословение, которое Он сказал обо мне, я есть. Все, что Он сказал, что я могу, я могу. Все, что Он сказал, я имею. Я имею. Сейчас я принимаю твое тело ломимое и я принимаю кровь завета и через завет, который Иисус заключил с Отцом, я имею доступ к благословениям, которые мне принадлежат в Иисусе Христе. Во имя Иисуса я посвящаю себя быть местом, откуда начинается пробуждение. В моем доме, в моем городе, в моей области, в моей нации и до края земли. Я есть место, Господь, откуда твой дух будет течь. Во имя Иисуса Христа я посвящаю себя через этот завет. для пробуждения возьми меня, Дух Святой, и используй. Не так, как я понимаю, а как ты можешь. Дух Святой, давай сделаем потрясающее пробуждение на этой земле. С тобой я смогу. У тебя все способности, которые мне нужны. Аллилуйя. Я благословляю этот хлеб, тело ломимое. и твоя жизнь, Господь, она распространяется сейчас в моих сестрах, в тех нескольких братьях здесь, во имя Иисуса. Все, что дьявол там поломал в их жизни, в их судьбе, твоя жизнь восстанавливает. Туда сила Духа Святого приходит, туда жизнь приходит, исцеление приходит, победа является, во имя Иисуса. Аллилуйя. Я благословляю эту чашу Нового Завета. Это цена уплоченная. Это то, что открыло нам доступ во святое святое святых. И я принимаю это свидетельство на мою жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Служители, возьмите и разнесите это. Будет хорошо, если вы возьмете в руку одну чашу и хлеб и подождете всех, чтобы мы все вместе приняли. Аллилуйя. Слава Иисус. Кто еще может послужить? Просто может передавайте будет быстрее или как лучше сделайте как лучше. Без суеты мы все успеем. Чуть чуть ее поддержите. Спасибо. Она очень тяжелая. Аллилуйя. Просто в Духе Святом. Это новый день твоей жизни. Я приглашаю всех, кто верит в Иисус Христа участвовать в этом причастии. всех и работников тоже в том числе сегодня ссылайтесь на меня и скажите что пастор Виталий разрешил. Аллилуйя. Я говорю даже для тех кто с чем ты не можешь справиться. Даже есть еще грехи с которыми ты борешься. Я говорю тебе сегодня когда ты принимаешь его победу ты принимаешь силу силу переступить победить этот грех который ты никогда не мог с ним справиться. Вот зачем нужно причастие. Наоборот нужно тянуть людей к причастию а не отталкивать. Почему? Потому что здесь открываются двери. я сам не могу прорваться я сам не могу пройти я сам не могу с этим справиться. Мне лекарства уже не помогают. Я хочу тебе сказать хорошую весть. Это самое сильное самое могущественное проявление Бога на этой земле когда ты принимаешь. Вот почему нужно серьезно к этому относиться. Вот почему Павел дважды говорит в 27 29 стихе чтобы ты серьезно относился к причастию. это не просто очередная евхаристия. Это не просто очередная литургия в которой ты участвуешь. Ты участвуешь в принятии жизни Иисуса. Ты соединяйся с Его победой. Ты заявляешь в духовный всеский мир предпочтение Его победе. Аллилуйя. О Аллилуйя. Хорошее начало для женского уикенда. Дух Божий прямо здесь чтобы утвердить внутри тебя каждое слово. Каждое пророческое слово твоей жизни. Аллилуйя. Аллилуйя. Все смогли. Всех достигло этого. дайте мне рукой помашите сюда. Служители. Аллилуйя. Еще там есть? Туда еще надо? Все, да? Господь, я благодарю Тебя. Твоя жизнь сегодня и я ее принимаю. Во имя Иисуса Христа я принимаю Твою победу. Соединяй с Твоей победой и я есть часть Твоей победы. Я сонаследник небес с Иисусом Христом. Аминь. Аллилуйя. Я принимаю эту чашу Нового Завета в Твоей крови как свидетельство цены, которые я принимаю площадь из-за меня. Это будет как свидетельство на косяках моей жизни. Это то, что дает мне достоинство, право быть. То, что говорит Твое Слово во имя Иисуса. Аминь. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь. И я провозглашаю благословение на каждую из моих сестер. Я говорю благословение священства, благословение мудрости, благословение служителя, благословение Господь успеха, благословение им быть женою, матерью, дочерью под благодатью. под силой Твоей, под помазанием Твоим. Пусть Иисус, живущий в каждой из них, станет проявленным в каждой сфере жизни. Пусть этот успех станет очевидным. Пусть эта слава распространяется беспрепятственно. И я говорю благословение, пребывающее благословение на каждой моей сестре. И Твоя сила и слава да проявляется во всякое время. И я провозглашаю новое время в их жизнь во имя Иисуса. Аминь. Можешь воздать славу Господу. Давайте воздадим Ему еще больше славы. Еще больше, еще больше, еще больше. Он достоин. Он достоин.